Сразу в двух городах Италии начала свою работу выставка «Узбекистан. Авангард в пустыне». Организатором выступил Фонд развития культуры и искусства. На ней представлены живописные работы и предметы национального декоративно-прикладного искусства из собраний Музея Советского и Государственного музея искусств Узбекистана. Репортаж Джамшида Саатова. Работы, которые здесь представлены на мировом уровне, их никто никогда не видел. Я себе не мог представить масштабы этой коллекции. А сейчас я понимаю, что это что-то невероятное. Возможность погрузиться в совершенно новую трактовку сюжета. Чтобы погрузиться в ту самую удивительную атмосферу сюжета, мы сначала отправились туда, куда стремятся истинные ценители живописи и искусства. Флоренция. Это город-шкатулка с драгоценностями, наполненными сокровищами. Каждый из которых, при красне предыдущего, писал Трейси Руссо. Возможность ходить по тем же улицам, по которым когда-то ходили одни из самых известных, невероятных художников и мыслителей, это просто неописуемое счастье. Именно по этим улицам мы сейчас направляемся в легендарный дворец Пити, где организована выставка фонда развития культуры и искусства под названием «Узбекистан. Авангард в пустыне», которая поможет раскрыть потенциал Узбекистана живопись с нового ракурса. Флорентийский раздел выставочного проекта называется «Свет и цвет». Он фокусируется на образе Центральной Азии в искусстве первой половины XX века, начиная с ориенталистов, работавших в Туркестане еще до 1917 года и заканчивая представителями Национальной школы живописи, которая сформировалась в Узбекистане в результате межкультурного диалога и обмена. Всего на выставках представлено более 170 живописных работ и рисунков, созданных в первой половине XX века, а также предметы Национального декоративно-прикладного искусства и собраний Государственного музея искусств Каракалбакстана имени Игоря Советского и Государственного музея искусств Узбекистана. То есть, по сути, это первый проект такого уровня, подчеркивающий связь между двумя наиболее значимыми музейными коллекциями искусства XX века в Узбекистане. Меняем локацию. Мы в невероятном городе, парящем на воде. Именно в Венеции организована вторая часть выставки, которая называется «Форма и символ». Направляемся в Кафоскари. В выставочном пространстве данного университета представлены другие художественные работы из двух музеев нашей страны, также дополнены предметами декоративно-прикладного искусства. Первое, что нас интересовало, чем же обусловлен выбор локации. С подобным вопросом мы обратились к одному из кураторов проекта. Кафоскари – это один из немногих университетов не только в Италии, но и в Европе, который посвящает свое пространство именно для организации выставок глобального масштаба. Это, по сути, тоже учебный процесс, поскольку мы здесь видим не только экспозицию, но и историю представленных на ней работ. Данный университет пользуется большой популярностью среди любителей живописи и искусства в целом. Думаю, будет немало тех, кто с большим интересом будет познавать главный смысл, заложенный и в экспозиции под названием «Форма и символ». Говоря о форме, кураторы фокусируют внимание на том влиянии, которое оказала на центрально-азиатскую живопись коллекция «Авангарда», отправленная в Ташкентский музей искусств в 1921 году. Это потрясающе уникальная возможность тем, кто не доедет до Нупуса, увидеть те сокровища живописи, которые там есть. И я, на самом деле, очень рада за Узбекистан. Я считаю, что это огромное достижение. Уверена, что эта выставка будет очень популярной, станет заметным событием на этой биеннале. Та концепция, которую мы здесь видим, это возможность познакомиться не только с представителями лучшего авангарда, русского авангарда, туркестанского авангарда, восточного авангарда, но и возможность увидеть отдельные предметы быта узбекские, посмотреть, как это все влияло друг на друга. Мне кажется, это очень важно, и я немного завидую тем посетителям, кто увидит это первый раз. В экспозиции также представлены некоторые из лучших произведений художников «Авангарды ориентались». Выставка раскрывает экспрессивную эволюцию этого художественного направления. Это позволит более широкой публике погрузиться и осознать вклад узбекского авангарда в развитие всего европейского мирового авангарда. И здесь мы сможем построить параллели с пьянами. А как бы вы в трех словах описали бы эту выставку? Ваши эмоции? В трех словах. Это новые имена, невероятные краски и возможность погрузиться в совершенно новую трактовку сюжета, который мы уже видели, но показан совершенно иначе. Больше трех слов, но засчитываешь. В целом мы услышали очень много положительных, восторженных отзывов от посетителей. Их было настолько много, что нереально было все уместить в одном сюжете. И к этой теме мы еще вернемся.